Сегодня хочу вас познакомить с одной компанией. Я обязательно туда проникну. Посмотрите, вот это вот немножко, оно и отречает те, кто более успешны, от тех, кто менее успешны. Ну что же, всем привет, с вами Кира Уланов, Маркетинг-Ревизор. И у нас сегодня новый американский день. Сегодня я хочу вас познакомить с одной компанией. Компания называется UPS, это служба доставки. Но я хочу показать вам одно УТП и сделать маленькую экспресс-маркетинг-ревизию этого УТП. Пойдемте. По пути к UPS я увидел вот такие черные шкафчики. Это Luxor One. Это доставка а-ля как почты, бандероли разных. Если хотите, чтобы я рассмотрел, как это все работает изнутри, как получаются грузы, как выстроенная модель диджитал-аппарата, как он выдает. Вот, если вы хотели бы посмотреть на это изнутри, напишите в комментариях чуть ниже. Я обязательно туда проникну и я вам покажу, как это работает. Кстати, вот сейчас обычные шкафчики. Не Luxor, а обычные. Обычные, как мы привыкли их видеть. Вот US Mail, обычная почта. Тут рассматривать нечего. Все неинтересное, классическое. А вот те черные ящики, они заслуживают внимания. Если вы бы хотели, вы знаете, что вам нужно делать. Напишите в комментариях. Кир, разбери черный... Открой. Дайте по-другому даже. Кир, открой черный ящик Пандор. И я открою. Погнали дальше в сторону UPS. Посмотрите. Это компания UPS и то самое УТП, о котором я рассказал. Ship 7 days a week. Как вы думаете, почему маркетологи поставили именно ship 7 days a week, хотя намного короче было бы название, там некого УТП, например, там, ship every day. То есть доставляем каждый день. Не 7 дней в неделю, а every day. Вот, пока вы смотрите это видео, поставьте его на паузу и напишите в комментариях свои варианты. Каковы ваши мысли? Что прямо сейчас у вас в голове? Вы знаете, это интересно такое, можно сказать, ну, немножко, наверное, отчасти ребус. Потому что, когда мы пишем, вроде бы, короткое, емкое УТП, например, так, доставляем каждый день, мы как обыватель, не как маркетолог, как обыватель, вы понимаете, ну, как бы, да, каждый день, но мы не понимаем деталей. У нас все равно остаются вопросы, как ни крути, когда мы соприкасаемся с данным, назовем его УТП, у нас вопросы возникают следующего характера, о выходные, о празднике, о еще какие-то нюансы. И выходит, что это не 7 дней в неделю, а, например, там, 3 дня в неделю, там, в январе, или, там, 5 дней, в гиттам-дугитам, месяцы, может быть, майские. А когда написано 7 дней в неделю, это означает, что без выходных, без праздников, без каких-либо «но». 7 дней в неделю. Казалось бы, вроде это очевидно, но поверьте, это не очевидно. Это, ну, я думаю, что мы уже осознали, что это немножко по-другому. Вот это вот немножко, оно и отличает тех, кто более успешный, от тех, кто менее успешный в том, что делают предприниматели. Поэтому будьте конкретны, не заставляйте своих пользователей додумывать, а что если, а что вдруг, а вот, а если вот так. Не нужно. Если вы хотите увидеть больше таких роликов на моем YouTube-канале, посвященные вот таким экспресс-маленьким маркетинг-ревизиям, дайте об этом знать в комментариях, что, Кир, да, нам интересно делать больше таких ревизий, например, продуктов, писем, бандеролей, ресторанов, разных офферов. Я буду туда записывать маленькие, но очень емкие контентные ролики. От вас комментарий, лайк к этому видео и подписка на YouTube-канал, если вы до сих пор не подписаны на меня. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Спасибо вам за это. И до встречи в следующих видеороликах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok